У меня в Москве была прекрасная жизнь. Просто посмотрите, какой мешочек на конкурс. И вот уже я выбираю. Ну, рассказывай, как ты за мной скучала. Вот что у нас получилось. Сейчас мы каждую с Кристинкой съедим напополам. Утро раннее. Утро раннее. У нас ингаляция по плану. Осталась последняя там капсула. Вот я ее сейчас сделаю. Но спал хорошо. Его ночь вообще не беспокоила никак. Ну, в принципе, его вообще ничего не беспокоит. Да, доброе утро всем. Начинаем новый влог. Ну, вот мы и идем. Ингаляцию сделали. Нормально все. Я так еще тяжело сегодня вставала. Мне кажется, тяжелее, чем Денька. Денька на бодрячках. Погода хорошая. Я взяла кофточку на всякий случай. Но в целом хорошая погода. В общем, Кристинка будет пока дома. Я поеду на ногти. Чуть-чуть, что она готовит. Если вдруг что-то как-то. Мне кажется, все будет хорошо. Представляете, мы одни сперва пришли сегодня в садик. Хотя время уже прям вот 8-10, мне кажется. До 8-20 принимать садик. Я говорю, а что такое, где наша площадка? Воспитатель стоит. И там еще девочку привели. Она говорит, что я никого не еду, человека. Представляете? Ну, уже человек 5 пришло, пока я стояла. Кепку забыла. Сейчас вернусь у меня. Пробишка. Проходка с утра. Так, ну что, Кристюшенька остается за старшую, за Милочкой смотреть. Я, как всегда, да, во всех видео в углу. Это Кристинкино место рабочее в YouTube-хаусе. Да, хорошо тебя съездить, выбрать красивый дизайн. Да, я пошла ногти делать, что-то еще хотела сказать. А, Кристина сейчас занимается налоговыми вычетами. Разбирайся, разбирайся. Марандюры, марандюры. На, я поехала на ноготочки. В прошлом видео я, кстати, вам говорила, да, что я не успела записаться на ногти. В итоге дождалась своего мастера из отпуска. И я рада, на самом деле, что буду делать у своего мастера, который я уже знаю, как пилит, как что делает. Короче, еду и думаю, фантазирую над дизайном. Вообще, мне хочется вот эти желтенькие, они мне нравятся. Я думала вообще сделать, как бы, типа классический френч, но с желтыми кончиками. А потом думаю, блин, немного поднадоел этот желтый. Возможно, я сейчас сделаю просто классический, знаете, как отдохнуть от яркости. А потом уже следующее тоже сделаю что-нибудь яркое. Наверное, вот так. Ну, вполне возможно, сейчас я пока буду ехать. Или, может, она что-нибудь предложит интересное. И я поменяю свое мнение. Но пока я настроена на классику. Точнее, классика градиент. Ну, то есть френч-градиент. Так, ну что, попелякали мне ноготочки, подготовили. И вот уже я выбираю цвет основы. Все-таки решила делать френч, но с розовой немного основой. Я люблю розовый, да. И будут просто классические. А вот это, кстати, тоже этот подблескивает чуть-чуть. Но это у нас основа или нет? Тоже может быть основа? Это цвет, да. Ну, наверное, с френчиком не будет. Получается, белый будет без блесток. А белый с блестками есть? Ну, нет. Я могу покрыть топом с блестками. Тогда все будет блестеть. Ну, можно один. Нет, один мы не попробуем. Да, там. Как это выглядит было бы интересно. Ну, ладно. Короче, потом покажу, что придумаю. Ну что, любуйтесь. Сделали мы супер ноготочки. В прошлый раз мы так закритиковали мой дизайн. Ну, прям 50 на 50 людей было. Сегодня я решила отдохнуть все-таки от яркого чего-то, да. Но мы не перестанем экспериментировать с Елизаветой. И все равно сделаем что-нибудь яркое в следующий раз. Просто надо чутка отдохнуть от яркости. Так, остались у меня эти... Она делает градиент специальным таким пулевизатором. И вот на ручках это у меня клей остался. Он потом смоется через пару помывочек. Короче, я рада, я кайфую. Это нежнятина. Это мой любимый вообще дизайн ногтей. А еще, я думаю, пока я не накрашенная, наверное, поеду сейчас в солярий. Сгоняю, тем более в центре. В солярий недалеко. И потом домой. А я только обратила внимание, как гармонично сегодня я одета. И у меня еще термос в руках. Просто в цвет. Голубой и розовый. Голубой, розовый. Голубой, розовый. Ну, только кроссовки. Немного мятные. У меня просто нет голубо-розовых кроссовок. Хотя нет, есть фаберлик. Но я их ни разу не одевала. Они продаются в моем шоу-руме. Так, ну вот меня одна из моих подписчиц просила, чтобы я рассказала, что я там делаю перед солярием. Как видите, я никак не готовилась. Я стала спонтанной вообще поездки. То есть скрабы специально прям я не делаю никакие. Ну, то есть вот просто я решила пойти. Я не накрашенная, думаю, в самый раз вот пойти сейчас в солярий. Сейчас я туда приду. Возьму какой-нибудь кремушек, потому что лучше всего загорать с каким-то кремом. Недавно, кстати, узнала у девочки, которая делает мне моментальный загар, что крема с бронзаторами, они для подготовленной кожи. Что от них кожа может сгореть. А я думаю, почему я беру одно и то же время, например, на 3 минуты, да, с 3 минут начинаю, так советуют наши администраторы. Именно у них в солярии. Может, в каких-то других солярии вам порекомендуют 4 минуты взять первые, кто-то 5, да. То есть у них есть свои инструкции, у каждого солярия. Поэтому консультируйтесь с администраторами. Надеюсь, попадутся компетентные вам. Я начинаю с 3 минут, потому что там только поменяли лампы, все свежее, можно сгореть, поэтому с 3 минут. И я один раз взяла просто активатор, да, без бронзаторов, просто который активирует кожу, да, для загара там. 3 минуты взяла, и не обгорела, все было классно. А второй раз пошла, у них не было активатора, у них был активатор с бронзатором вместе. И я почему-то во второй раз на 3 минуты сгорела и ходила в одну и ту же кабинку. Я всегда в одну и ту же хожу, потому что все время как-то, ну, по-разному, разные лампы, как-то по-разному все бывает. Поэтому я начала ходить в одну кабинку, я туда и всегда и хожу. Вот, ну, чтобы понимать, да. Вообще бывают кабинки там где-то сильнее на ноги, где-то сильнее на живот, бывает. То есть можно миксовать, вот, но бывает ты в одной кабинке 3 ходишь нормально, а в другой раз у тебя что-нибудь обгорело. Вот так бывает. Поэтому, в общем, я приноравливаюсь по-своему там. Ну, в общем, к тому, что если вы берете что-то с бронзаторами, можно брать, наверное, меньше минут. Вот, вот так вот я скажу. Короче, сейчас я пойду, и я не буду брать бронзаторы. Если у них есть активатор, я возьму активатор и снова пойду на 3 минуты. Потому что то, что я ходила 2 или сколько уже, 3 недели назад, да, мне кажется, уже кожа забыла. И надо заново начинать. Вот лучше всего 10 дней, вот так 10 там или 2 недели, день через день ходить по-нормальному. Набрать этот загар, а потом его поддерживать. А я, получается, только начала ходить, сходила раз на 3 минуты, 2 на 3 минуты, 3 эти раз сходила на 3 минуты. И все, и на 3 недели забила. Ну, как бы это не дело. Сейчас опять на 3 минуты пойду. Вот, ну и все. Сейчас я посмотрю, если что-то будет, я вам покажу, как бы там, что я конкретно, что мне дают с собой в солярии. Потому что разное, всем разное дают. А я скажу, что конкретно я использую и зачем. Еще, кстати, меня спрашивали, типа, ты же ходишь на моментальный загар, это же безопаснее, зачем ты ходишь еще и в солярий. И я объясняю, что я хожу и туда, и туда. Моментальный загар, это круто, когда ты просто хочешь быть сию минуту красивой, куда-то тебе на выход надо, или в поездку ты куда-то едешь, да. И как бы, чтобы не быть с белыми ногами, к примеру, или белым животом, ты раз и сделала. А солярий, во-первых, это проникновение глубже, во-вторых, это держится загар дольше, а в-третьих, это подготовка перед солнцем. Если я без подготовки буду загорать на солнце, я буду сгорать, я буду красная. А если я подготовлю свою кожу солярием, я смогу на солнце находиться очень долго. Я уже об этом говорила, но вопросы все равно поступают, решила сказать на всякий случай для тех, кто не слышал. Вот такое количество, видите, здесь представлено этих, не автозагаров, а кремо для загара, и цены разные. Вот, смотрите, есть крема абсолютно разные, можно один раз 520 потратить или 200 рублей. Это уже тоже консультируйтесь с администратором. Итак, вот я зашла в солярий, здесь у нас починили, кстати, вешалку, была сломана, молодцы, следят. Вот такой солярий, аккуратненький, мне нравится, вертикальный. Фирма, что-то не написано. Ну, в общем, на хороший солярий, он проверен и мною. Здесь ватные диски у нас идут, что здесь салфеточки идут. И всегда с собой, видите, вот вторая кабиночка, мне дали. Стикини, обычно они стоят 10 рублей, но если вы берете здесь крем, здесь, например, у меня дают в подарок стикини, я ими всегда пользуюсь. Влажные салфетки, это особенно если с бронзатором что-то вытереть ручки, знаете, чтобы следов не оставалось. Одноразовые тапочки, здесь у нас дают мицеллярка, это если нужно снять макияж. Шапочка, это чтобы волосы защитить, потому что в солярии они сушатся, и хорошо бы поднять их наверх и защитить шапочку. Я тоже это делаю все. Очки, но я очки не использую, потому что, ну не знаю, мне кажется, следы от них остаются и вообще они что-то там передавливают. Я просто глаза закрываю, закрытыми глазами стою. За 3 минуты ничего страшного не случится. Я взяла вот такой вот активатор, это типа вегетарианский какой-то, без парабенов, без всего, чистый активатор, стоит 350 рублей. Я беру примерно все время, ну не самые дешевые кремы, но какой-то средний сегмент. Вот, и кстати, крем, который я вам показала за 500 лишним рублей, это еще не самый дорогой, мне как-то за 670 тут предлагали, он был последний активатор. Я говорю, блин, ну за 670 дороговато, хотя в Москве и за 1000 рублей разово можно взять. Короче, все вместе я сейчас отдала 440 рублей за 3 минуты загара и крем 350. И всякие такие антиперспиранты, видите, сухость, пудры, нормальные антиперспиранты. И на самом деле после солярия вот я вообще не потею. Но после солярия все равно ты выходишь с каким-то неприятным запахом, представляете? Я вообще даже когда потею, у меня пот не пахнет. Но после солярия, я не знаю, что там, появляется запах. Поэтому я всегда после солярия, раньше не делала этого, но сейчас делаю. Я брызгаюсь рексоной, потом там уже вечером душ и все такое. Вот и все. Девочки, еще лайфхак для тех, кто забывает резинку в солярии. Я ее все время забываю, частенько забываю. И один лайфхак, это как раз таки, если вы не пользуетесь очками, а чечки здесь на резиночке. Вот. Я использую очки как резинку для волос и закрепляю это все дело шапочкой. Также можно использовать свои трусики, если они у вас чистые, конечно, и тянутся хорошо. Кстати, кто не знал, вот я, например, использую стекини, ну, как полагается, да? А вот эти вот кругленькие штучки, кстати, здесь нету, блин, с этих сторон. Я на родинки, на крупные родинки наклеиваю. Блин, здесь не хватает две штуки. Кстати, девочки, вот эти вот лайфхак тоже тапочки, их можно не складывать. Я их частенько складываю, но их можно не складывать, а просто нога прилипает к ним и вот так вот идти. Вот и все, вот и я позагорала, все хорошо, в комфорте. Три минутки быстро проходит. Это, кстати, раньше, когда я ходила в Солярье, в Москве, там, или здесь даже, помню, когда очень загоревшая была, ну, до 10 минут доходила, до 12 стоишь. И, конечно, это напряжно так долго, а когда 3-4 минутки, они так быстро проходят, как будто ты только зашла и вышла, а легкий загар уже получила. И еще, кстати, вы заметили, что я сняла с себя все украшения. Вот у меня сережки только остались. Я вчера, кстати, думала над тем, чтобы покрупнее сюда одеть. Здесь я ношу сережки, постоянно не снимаю, это вторые дырки, которые я делала, помните? А когда я снимаю видео или что-нибудь побыстрое, ну, я сюда какую-нибудь бижутерию одеваю, чтобы вот это не снимать, не расстегивать, но, тем не менее, все время с сережками, видите? Хотя можно покрупнее сюда вставить, мои тоже. Я в свое время в санлайте набрала этих гвоздиков, кучу с брюликами, вот, поэтому можно будет найти, думаю, да. А так, я сняла все кольца, я сняла вот здесь все, и мне прям по кайфу отдохнуть немного от этой бижутерии, не бижутерии, золота у меня здесь было, ну, кайф отдохнуть от этого всего. И самый кайф, это когда ты идешь на массаж или в солярии, тебе ничего не нужно снимать, потому что я, знаете, когда прихожу и давай здесь снимать, здесь снимать, здесь снимать, опаришься, когда ходишь, тоже кайф, ничего не надо нигде оставлять. Смотрите, как я очки нашла. Это у меня было в распаковке, кстати, от Shein, была распаковка сюрприз, она так и называлась, да, распаковка сюрприз, потому что перешел заказ очень быстро, я даже не ожидала, что это от Shein. И вот там были такие очки, там очень много, кстати, очков на Shein классных. Если что, переходите на второй канал, смотрите видео. А вот я сейчас уже зафоткалась тут, за видео заснимала, я вся такая в розовом. Хотела вообще очки одеть, которые Кристина мне еще дарила, еще в Сочи мне покупала. Кристина мне покупала очки. И что-то я заглянула сейчас в свою коробочку с очками, а там нету, надо их поискать. У них свой чехольчик, классные, они такие яркие. А потом увидела, смотрю, думаю, что-то лежит. Открываю, а тут розовые очки лисички. Это же как раз для фотосессии. Вообще интересно, что там делает моя Кристина. И заметила ли она опять, что меня долго нет. Я же не только на ногте, но еще и солярий сгоняла. А еще дорога туда-сюда, она небось скучает там без меня. Бедненькая. Я еду, еду, мычу. Сейчас надо будет ее накормить вкусненько. Разморозить курочку, сделать с картошечкой, с грибочками, запечь. А еще я взяла перчики, мини-перчики. Вы видели, наверное, в прошлом блоге. Тоже туда их побросаю. Так приятно о ком-нибудь заботиться. Ну, рассказывай, как ты за мной скучала. Я скучала, я уже поела. Что ты кушала? Яйца. Любимые яйца. А я пришла приготовить, кстати. Только сначала надо влог сделать. Ну, это будет завтра, понятно. Ты не голодная? Я очень не голодная. И я вот пересматриваю, как ты меня мучаешь едой. Не даешь есть. Я тебе не даю едой? Ты такой ароматно пахнешь. Я шучу. Селена меня кормит, одевает. Слышали? Ты так ароматно пахнешь, я шучу. Нет, шучу в смысле. Вот у меня мысли перебегают, мне это бесит прям. Я шучу в отношении того, что голодная или что я там сказала. Селена меня очень хорошо кормит, одевает. И поэтому мне так комфортно, что я не знаю, как бы мне уехать все-таки. Тебе уедут. Не, ну просто это же не культурно. Жить в чужом. Гостить. 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 Так долго. Мой то. Той то. Так, я приехала, смонтировала видео. И первое блюдо, которое мы будем сейчас завтракать, можно сказать. Обедать, да? Пока размораживается курица. Это клубника, сметанка и мед. А мед у нас имбирь. Крем-мед. С лимоном, имбирем. Крем-мед. В общем, делу время, а потихий час. Что это значит? Это значит, что все свое свободное время вы должны тратить на дело. А потешаться всего лишь часок. Сама не знала, не благодарите. Догадалась. Хотя, может, я и неправильно думаю. Может, есть какой-то другой смысл у этой поговорки. Делитесь в комментариях, кто как ее для себя определяет. В общем, Кристиночка работает. Я уже смонтировала видео, пока идет вывод. Поеду на почту. У меня на втором канале. Будет огромный конкурс. Василек. Я там буду разыгрывать для трех победителей. Три покрывала класснючих, такой универсального цвета. Ну, у всех разные. Там бежевый, серенький. Еще какой-то, не помню. Пляжные полотенца с обалденным принтом. Мини-подушечки, которые мы покупали. Короче, я уже не помню, что там еще кухонное полотенчика какое-то. Это, короче, вот такенские будут призы. Три победителя. А условия, как всегда, просты. Просто быть моим преданным подписчиком. И ставить мне лайки. Ну, в общем, все условия я расскажу потом под видео. Увидите большой мешок, конкурс. Все бегите, обязательно участвуйте. А чтобы этот конкурс узнать первым, обязательно проходи по ссылочке под видео, на мой второй канал, подписывайся и ставь колокольчик. И как только это видео уже будет на канале, сразу получите первые уведомления. И будьте один из первых. Я пошла на почту за посылкой подарочной. Так смешно сейчас получилось. На почте просто пришел огромный мешок, как никогда. Такие объемные. Я представляю, я буду отправлять каждому, блин, по 500, по 600 рублей, наверное, только одна отправка для каждого выйдет. Я еще смотрю, с какого города выиграют. Может, и по тысячу. Ну, короче, я этот тащу в мешок, и такая думаю, так, куда его лучше положить? В багажник. Открываю багажник, спокойно, такая она своей волничает. Подпиваю себе под нос. Этот мешок пытаюсь поднять. Тут резко мужчина сзади такой, знаете, хватает этот мешок. Таким, мое лицо надо было видеть. Я такая просто испугалась. Он такой, да давайте я вам помогу в багажник засуну. Я заржала просто от того, как сильно я испугалась. Думаю, сейчас мешок он у меня. Или что он хочет меня отнять? Испугалась. Короче, я говорю, ой, да я просто испугался так резко. Ну, он положил мне в багажник мешок. Такое все. Я говорю, спасибо. Ну, смешно, насколько я шугливая вообще, насколько я к себе людей вот так на улице непонятных. И вообще такое время сейчас, что раньше было, наверное, нормально, что подходит к тебе человек, там что-то помогает. Вот сейчас, если подходит человек где-нибудь, особенно в Москве, если это происходит, такой подходит к тебе, смотрите вот так в глаза, и что-то пытается, особенно на вокзале, что-то там спросить. Я сразу же все за сумку держу, из-за кармана ребенка крепко держу. То есть я как будто, знаете, первая мысль моя, что это может быть опасно, что доверять нельзя. Вот так вот, первым встречным, да, и я сразу такая, я помогу, я остановлюсь, если я знаю, о чем спрашивают. Но вторая часть меня, она держит ухо востро, что сейчас человек может что-нибудь сделать неадекватное, что-нибудь украсть, а может быть он сейчас не один, а сзади подходит второй, я так оглядываюсь, как бы. Ну, то есть я все это делаю быстро, но у меня вот, я не знаю даже, от чего это. У меня в Москве была прекрасная жизнь. Не, были моменты, когда пытались обмануть. Просто, может быть, на них уже у меня так сильно выработалась вот эта привычка следить и контролировать все, да. То есть был момент, когда я сидела в библиотеке, может, я вам рассказывала уже, кто-то давно меня смотрит, может, знает. Когда я сидела в библиотеке, что-то там пишу, у меня телефон лежал, у меня хороший телефон, тогда я лежала, я не помню, айфон там новый какой-то, лежит. И подходит такой ко мне мальчик, такой, глаз кострой, и такой, а вы не подскажете, и что-то, но он какой-то, знаете, может быть, если бы он реально по теме какой-то вопрос задал, я реально могла бы прошляпиться, но он какую-то херню у меня спросил, и я подумала, что что-то здесь не то. То есть он как будто не познакомиться подошел, не спросить что-то по библиотеке, он вообще что-то левое спросил, и у меня такое сразу, что-то тут не то, а я на него как бы смотрю, а он же глазки строит, и как бы это ж мальчик подходит к девочке, да, все-таки, и как бы я понимаю, что я на него смотрю, но думаю, какой-то херню он спрашивает, и просто поворачиваю лицо, а у меня вот здесь телефон лежит, понимаете, то есть я вот так вот, а второй мальчик рядом работает, просто взял телефон, да, со стола и ушел, и вот примерно я поворачиваюсь, а просто тихонько сзади подходит парень, он еще как бы не успел ничего взять, но я вижу, что они как бы оба, я вижу, что они вместе, потому что они одной, как бы как это сказать, национальности, да, вот, и это, я говорю, нет, я ничего не знаю, взяла телефон, как бы, и на обоих смотрю, они раз-раз ушли такие, но они просто видно, шатались по библиотеке, просто так вообще, ну, может быть, учились там в РГГУ, при РГГУ, да, эта библиотека была, один момент был, когда ты, когда тебя может отвлечь внимание, просто, да, человека, он может как-то ярко одет, или как-то там улыбается, типа глазки тебе строит, а у нас все девушки какие-то голодные, вокруг, мне кажется, но во всяком случае, внимание, комплименты, мужское, да, всегда завораживает, вот, соответственно, а я вот не доверяю уже, потом был момент, когда, был момент с деньгами, когда, помните, тоже не так давно рассказывала, шел человек, и он там, типа, и быстро так шел, спешил, куда-то у него, типа, из кармана падает, там пачка денег, нереалка, да, другой подбирает, видит, что я вижу, поделим, и тра-ля-ля, и тоже неизвестно, чем могло все закончиться, просто, и я понимаю, что это вообще может даже не сиюминутно быть, а человек заранее стоял там через дорогу, мозолил мне глаза, может он уже психологически, какой-то доверие и безопасность у меня возник, что я его знаю, что я его видела через дорогу на протяжении, там, 15-20 минут, да, то есть это психологически может все очень сильно работать, и вот я вам к тому, что подходит ко мне какой-то чел, и я не думаю, что мне хотят помочь, понимаете, в первую очередь, а что, что-то хотят сделать, украсть меня, украсть мои вещи из василька, слушайте, я настолько уже подкованная, что знаю лучше продавцов вообще, чем к чему, благодаря вам, благодаря своим экспериментам, захожу сейчас в магазин, где продается Лонда, краска, и такая, ну, говорю, а какой вам цвет, я говорю, а покажите раскладочку, пожалуйста, и говорю, вот я крашу корни 12,81, а говорю, а мне нужно протонировать по длине, на 3%, говорю, эта же краска не работает на 3%, ну, как бы, типа, ну, вы же понимаете, да, что она не работает на 3%, а мне нужно вот, по длине, ну, 10 уровня покрасить, что-то, она такая, почему 12,81 работает на 3%, я говорю, ну, работает, в смысле, что она покрасит, может быть, говорю, ну, она, как бы, осветляющая серия, она же портит волосы, она такая, а, ну, понятно, я говорю, ну, вы этого не знаете, да, и, в общем, у нее не все цвета там были, я в итоге выбрала 10,8, там была 10,81, но он мне показался каким-то темноватым, серым, а 10,8, оно прям как 12,81, и тоже какое-то, знаете, такое сияние, жемчужное, вот, короче, будем окрашивать волосы, Кристинка будет окрашивать мне волосы, покрасим корни, 12,81, есть у меня окислитель, окислитель высокой процентности-то я не взяла, я взяла тройку большую, надо взять еще девятку большую, даешь, моешь, все, взяла еще на 9%, капус, у них лонды нету, не капус, я взяла капус, еще хромоэнергетический комплекс, будем оздоравливать волосишки, а еще у меня есть вообще-то корейская тема, ламинирование волос, вот эта корейская, в синей такой баночке, надо сделать, вообще и Кристине надо сделать, и мне надо сделать, у меня там три баночки эти есть, надо нам сделать нормальный уход, просто посмотрите, какой мешочек на конкурс, он по-моему в половину меня, и шире в два раза, чем я, тяжело трындец, пришла, упала, а фильм еще не вывелся, ну, видео мое, представляете, я езжу, делаю все быстрее, чем выводится мой фильм, е-мое, еще видео успею снять, какое-нибудь, опа, оп заглядывает, заглядывает, да, я принесла нам с тобой, так как долго готовлю я, на, Цезарь попросишь, фирменный, попросишь, попробуешь фирменный Цезарь, и еще два круассанчика, Денька не ест такие, он их разбрасывает, размазывает, по всему этому, а вот этот очень мне нравится, Цезарь, очень вкусно они его делают, я Кристинке взяла попробовать, и себе, голодная прям, сегодняшние, свежие, да, я беременна, я беременна, давай, бери, попробуй, Денька, вот что это такое, рыба, ну, что ты делаешь, ты фонтан устроишь, кепку хоть бы снял, мы только с садика, поела, и лежит со мной тут моя, любовь, ты моя любовь, любовная, милочка моя, красавица, я люблю тебя, кошечка, чё мой сладкий, чё мой сладкий такой, чё мой сладкий, чё мой сладкий, чё мой сладкий, моя девочка, какие-то, очень красивые, бразульки, такие, ну, как это можно не любить, и как её можно не любить, она такая человечина, легла, что там, кто там едет, обняла меня, видали, у меня даже голос, у меня даже голос изменился, человечина, ты моя, ты моя, мне иногда хочется её так сильно обнять, что боюсь задушить от любви, крошки решила запекать, вот этот, как ты говоришь, Кристина, называть? Батат, я ни разу его не пробовала, сейчас я его почищу, порежу, и запеку, как, ну, со всеми вот своими причиндалами, которые я обычно запекаю, как будто я ничего готовить, другого не умею, ну, просто лень, это самая быстрая еда, и вкусная. Ну, что, девочки, вот наш батат, он внутри вот такой вот оранжевый, сейчас я кусочек попробую сырого, напоминает что-то между морковкой и, может, картошкой, короче, порежу мелко, сейчас, чтобы быстро приготовилось. В общем, девочки, вот что получилось, опять я сделала тоже самое соус чили, который мне нравится, только здесь я решила грибочки вообще отдельно так немножко положить, мне кажется, отличное сочетание вот этот батат сладкий будет с картофелем и с перцем, потому что перец сладкий, батат сладкий, ну, и картофель немного не сладкий, но грибочки, это так, по вкусу, кому зайдет. Еще этот батат напоминает мне прям морковку, она так же тяжело, даже еще тяжелее, чем морковка режется, не знаю, сколько будет готовиться все это дело, потому что картошка сама долго готовится, а батат жесткий, наверное, еще дольше будет готовиться, в общем, пошла в духовку. Ну, что, девочки, вот что у нас получилось, 50 минут готовилось, и я смотрю, что у нас мягкое, батат мягкий, картофель тоже мягкий, ну, а все остальное, понятное дело, сделалось. В общем, сейчас буду накладывать и угощать Кристофера Рубина новой блюдой. Ну, знаете, новое, немножко усовершенствованное, то есть старое, немножко усовершенствованное, уже новое. Как тебе салатик понравился, да? Я не сняла? Салат, который я... Я считаю, цена завышена на него. 85 рублей он стоит. Мне кажется, на 85 можно купить целый кусок такого мяса. Давай, по сути, вкусно? Да. Но стоит 85 рублей этот вкус? 40. Долго думала. По мне, он стоит больше такой вкус. Так, а сейчас, Кристина, пробуем батат. Я Деньке положила тоже на пробу, пока остывает. Да, как он будет пробовать. Ну, да, потом остынет, сейчас горячее просто. Мы-то подуем, а он особо... Короче, пробуем батат. Мне кажется... Загадываем желание. Загадываем желание. Мне кажется, что это просто морковка, как вареная морковка. Я недавно пробовала. Картошка даже повезет. По виду видно, как картошка. Здрасте. Где она растет, где этого батата много? Его как картошку испытают. Батат пробуем, а не картошку, Кристина. Так это что? Это картошка. А-а-а. А вот это батат. Вот это батат. Я думала, что батат как картошка. Но функцию несет как картошка. Мне уже есть, что сказать. Сорт морковки. Чистая. Она мягкая, как картошка. Есть немного отдаленно что-то картошка. Но она сладкая, как морковка. И есть что-то морковное. Короче, между картошкой и морковкой, согласись, какой-то смесь. Я просто не посмотрела, когда ты ее очистила. Какого цвета было? Вот такого цвета было. И она резалась вот так же тугой, как морковка. Денька, попробуй, пожалуйста, батат. Батат сладенький. Ну попробуй. Ну куси. Он сладенький, как морковка. Как картошка, только сладенький. Морковка. Морковка. Это не морковка. Это батат. Вот кушай. Давай, ешь, ешь, ешь. Прям ешь. Он сладкий. Это не морковка. Это батат, зай. Это батат. 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 Это как картошка, только сладкая. Сладкая картошка. Это картошка, только морковка. Кушай. Кушай, кушай. Ну сладенькая. Чего тебе не нравится? Лицо такое, господи. Батат. Батат. Жуй, жуй. Картошку, я знаю, что ты любишь. В общем, мы поели. Мне понравилось, я буду брать батат. Мне нравится сочетание картошки и вот этого батата. На самом деле, знаете где? Пить кофе я все время заказывала эти котлетки из индейки. И они были, по-моему, с морковкой вареной и с пюре. И там еще сладкий соус какой-то был. И мне очень нравилось это сочетание. Но вот этот батат, он очень похож на вот эту морковку сладкую. Может, это был батат даже. Просто там такие были маленькие, вот такие кругленькие. Я вообще думала сначала, что это ягоды какие-то, а потом думала, да это же морковка. Думаю, как они сделали такие кругленькие морковки маленькие. Ну, как-то сделали. Короче, мне понравилось. Сейчас сделала чай, розмарин, черный чай с апельсином, тут с мятой и лайм. И мед. И пью. Крестинка вот попила и отдала мне вот. Не знаю, зачем, правда. Надо у нее спросить. Зачем, представляете, отдала мне? Это все очень символично. Это корабль. Чтобы ты могла наполнить эту пустую коробочку новыми мыслями, новыми желаниями. Она просто хотела, чтобы я ее выкинула, видимо. Недавно сидит, и она говорит мне, сельский, скинь мне ссылку. Скинь мне ссылку, просто вот. Зайди, скопируй, скинь мне. Я говорю, что ты сама не сделаешь? Она говорит, так быстрее, если ты скинешь. Задание дает. Я не скиняла. Понимаете? Офис, YouTube у меня здесь, он очень способствует тому, чтобы люди развивались и делегировали свои дела. Что такое? Делегировать. Делегировать дела? Это значит? Да, да, да. Находить людей, которые будут делать часть твоих забот, работ. Это называется делегирование. Всем доброе утро! Мы с Денька идем в сад, у нас ведь мокрая земля, у нас с утра был дождь, и сейчас на самом деле 8 часов, начало 9-го, и обещали к 9-ти часам снова дождь. Но при этом очень хорошее поколение. Сейчас вернулась или няня, няня в группе, дети в группе, или на веранде там с другой. Хорошо, сейчас приду. Это наша, одна из любимых наших воспитательниц живет у нас в нашем доме. В одном доме живем, в нашем доме, в нашем доме живем, в одном доме живем с ней. Денечка ее очень любит. И вторая потом пришла, тоже очень классная. Деня всех любит. Нам как-то с воспитателями везет. Вообще, я заметила, что какой бы воспитатель ни был, Деня как-то находит подход к этому воспитателю. Мне кажется, и нас любят, и он любит. Каждое утро, когда я отвожу Деню в садик, а потом иду с садик, и, знаете, меня встречают плачущие дети. Я ухожу, а там дети такие. Я сейчас просто смотрю, плачут, слезы, у кого-то такие лица, горе такое произошло. Ну, отрывают мамку, да? В сад. Вот эти первые моменты, которые они забывают потом быстро. Просто идешь, как будто с какого-то места, где мучают детей. Да, отрывают от сиськи. Ладно, я пришла, буду пить кофе, монтировать. Как вы думаете, сколько сейчас время? Я не зря говорю день, потому что сейчас 12 часов дня. А в квартире такая темень, посмотрите, Кристина сидит, вообще ее не видно там в темноте, если не компьютер бы. Просто мрак, понимаете? Я не знаю, что, какая-то туча там. Пойдемте посмотрим на улице, что просто как будто вечер. Я аж офигела. Когда узнала, что 12 дня. Вот, смотрите, о май гад. Какая туча, какая-то повисла прямо над нашим районом, я бы сказала. Но она должна пройти, но она такая длиннющая, смотрите все. А там, видите, уже светло. Там кому-то светло, а здесь у нас темно. Черное, мрак, но идет вот туда, влево. Влево. Все, девчули, пошел дождь. Дождь. Это, знаете, как в природе, наверное, было плохо. Плохо. Она вот нагнетает. Знаете, когда вот тошнит, она нагнетает, нагнетает. А потом тебя, как бы, выходит все плохое, вредное. Вот так и дождь, наверное, нагнетал, нагнетал, тучей. Уже темно, уже ничего не видно. вот, выходит теперь. Сейчас прольет, и я надеюсь, что солнышко выйдет, это время, это всего лишь 20 минут первого. Ну, посмотрите на эту кошечку, девочки. Разве можно ее не любить? Она спит, даже как я. Я всегда, когда сплю, я под голову кладу ручки. Мне так вот очень удобненько. И моя девочка также спит. И моя сладкая. Она напротив мамы все контролит. все контролит. Мама чихнула, она мне будет здоров, говорит Кристинка. Свидетель, кстати, скажи. Я чихнула, она мне будет здоров, говорит. Здоров. Я чихнула? А Милка? Я тебя говорю, будешь золотой. А, а, влог продолжает. Что такое? Влог продолжается. Кристина меня красит в первый раз. А, ну все, значит, хватит. Батарейка села, наверное. Ионизирую водичку, пью вот Фаберлик, смотрите. Алоэ баланс. Что-то тут полезная штука какая-то. Две ложечки в водичке разбавляю вот так и пью. Оздоравливаюсь. Оздоравливаюсь. Так, ну что, мы пришли. Дэн, давай ищи молочные ломтики, где Крис, а давай что-нибудь возьмем к чаю такое прям супер сладенькое. я хотела вот это взять, а Кристина говорит, что я вижу, что они невкусные. Это ж любимая пиздец. Я вообще-таки люблю, я бы все так смотри за малышом, чтобы он не побил стекла. Слушай, подожди, а вот это же десерты, вот эти вот знаменитые, настоящий десерт. У них же очень вкусные десерты. Подожди, что это? А, это большой, а у них есть маленькие. Маленькие, вкусненькие. А молочные. Да, сейчас пойдем искать твой молочный ломтик, зайчик. Сейчас мама тут чуть найдет, тоже интересно. Профитроли, господи, у меня что? Короче, слюна брызжет у меня. А вот это что? Глянь, какие-то новые штучки. Я такое не пробовала. А из чего это? Смотри, чизкейк. Это чизкейк, Крис. Это по-любасу надо попробовать, слышишь? Восемь. Молодец. Мама сказала восемь, значит восемь. Молодец. Короче, Кристина подсела на древесил. Или древесил. 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 Не надо делать вид, что ты не понимаешь, Ящики, кто знает, что... прекратила пить десятилетний пульс. Кто знает, что такое девесил? Может ли он быть опасным? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И если кто-то из вас употребляет девесил, здесь Кристина и на одной волне. Еще Кристина недавно поняла, что она спит на фосфоре. У меня есть покрывалка детская, которая светится в темноте. Она сейчас пришла и в шоке говорит, я сплю на фосфоре, это же вредно. Мне кажется, может быть вредно, да. Мне кажется, там такое маленькое количество фосфора, иначе бы для детей наверное не делали, хотя много всяких игрушек из фосфора делают для детей. Это же вредно. Кто знает, напишите. А еще у нас перегорел чайник, и теперь мы водичку вот здесь выгреем, в ковшике. Вот этот чайник у меня теперь, он почему-то включает свет, но не греет ничего. А накануне у нас мы сидели с Кристиной, и у нас вырубился компьютер, вырубился телевизор. В тот момент, когда мы включили чайник, буквально через минуту не прошло, несколько секунд и вырубился. Мы не обратили внимания. А мы чай и не пили что ли в итоге? А, не помню. Я кофе успела попить. Не помню. Наверное, я кофе пила. Может? Подожди, а как так? Подожди, ты же включила чайник полчаса. А, я тебе... Загипание, наверное. Да, да. Я подошла еще и говорю, что не включай чайник. Я потрогала его, а он горячий. Я говорю, нам хватит заварить чай. и все. А утром сегодня уже мы включаем, а он не горит. Ну, горит точнее, но никак не это. А ну-ка, он сейчас выключен или включен? Я его выключила? Я забыла, Крис. Короче говоря, я в Фаберлик уже заказала чайник. Я люблю прозрачные чайники. Вообще, хотела с подогревом взять, но потом подумала, ладно. Целое дело, короче, закажу в Фаберлик. Уже 19-го числа мне должен прийти чайник, я вам потом покажу и по-моему. Мы с Кристиной решили заварить мяту, которую она купила. А кто-то нам, кстати, из подписчиков говорил, что перечная мята очень хорошо успокаивает. Сейчас мы это и проверим. Сыр, пойдем. Так, а что я взяла к нам в чаю, значит? Вот такой чизкейк интересный какой-то. Надо попробовать, здесь три вкуса, по-моему. Потом белевская пастила Шарлиз классическая без добавления сахара, девочки. Вау-вау. Я ей только увидела это. Я просто ее достала, но показалось, какое-то мне вкусненькое. Думаю, гля, хочу попробовать. Вообще, как-то пробовала пастила, она мне понравилась. А тут вот, даже без добавления сахара, то есть, и без всяких подсластителей интересно. Состав. Яблоки, яичный белок. На производстве используются орехи, мед. Все. Просто вообще, бомбисик. Кристина. Супер, без сахара. Кушаем. Ну и вот с сахаром. Это то, что я люблю. Муравейник обожаю. Просто с чаем. Ням-ням. Тут, конечно, море сахара и всего вредного. Так, ну, муравейник я знаю уже. Вот пастила, она так вкусно пахнет. Видите, какая она красивая, мягенькая. Класс. Ну, вот это тоже любопытно. Очень, очень. Что за чиз-чиз-кейр? Смотрите, какой он. Например, возьмем, давайте, зеленый. Сейчас мы каждую с Кристинкой съедим напополам. Видите, совсем немножечко теста там и вот это вот все чиз. Тут тоже состав какой-то огроменный. Я не стала его сильно отчитать, чтобы не расстраиваться. Вообщем, пробуем. Как зельфир, наверное. Мука есть? Только на донышке. Как чиз-кейк. Чиз-кейк обычный, да? Слушайте, вкусно. Это сырная масса сверху. Теперь пробую вот этот вот. Ой, оно уже пахнет по-другому. Свежая сыпется в руках. Смотрите, прикольная. Попробуйте. Пятерочку. Теперь пробуем пастилушку. Ммм, вот такая тоже есть. Вкус такой. Как у классической пастилы. Да нет, классическая она тонкая. Хотя написано, что классическая здесь. Я имею в виду, что вкус, как у тонкой. Но она мягкая. Это позрачная, это как тесто. Ну не, она как-то сделана. Это тонкая. Яичный белок и яблоки. Оно просто так взбитые, белки, что они как будто тесто. Здесь нет муки. Ну что я вам скажу, девчат, пастила зашла только мне. Кристина сказала, что я слишком сладко, а Дэнни криванулся, что очень кисло. И вот я доедаю их пастилу. А мне понравилось. Главное без сахара, а сладко. Субтитры сделал DimaTorzok